В эфире телеканал АПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Архангельске открываются новые спортивные горизонты. Речь идет прежде всего о реконструкции стадиона в Северном округе и новом спортивном комплексе в Маймаксе. Ход работ на объектах сегодня проверил мэр города Виктор Павленко. Совсем скоро эта песчаная пустыня превратится в современное футбольное поле с искусственным покрытием. В прошлом году проект инициировал мэр Виктор Павленко. Уже проведены монтаж мачт-освещения, дренажной системы и основания стадиона. Впереди не менее внушительный объем работ. Первое – это асфальтирование территории. Второе – это нанесение резинового покрытия. Третье – это монтаж спортивного оборудования. Четвертое – это монтаж футбольного поля. У технодзора есть какие-то замечания? Замечания все устраняются в ходе работ. Этот проект не имеет аналогов как в городе, так и в регионе. Площадь 20 тысяч квадратных метров, стоимость более 100 миллионов рублей при софинансировании из муниципального, областного и федерального бюджетов. Современные беговые дорожки, хоккейный корт и баскетбольная площадка – все это будет на стадионе. При этом муниципалитет выделил дополнительно более 4 миллионов рублей на капремонт трибун. Сегодня мы с администрацией области должны решить этот вопрос. Они проводят конкурс, оперативно поставить сюда искусственное покрытие и завершить полностью стадион. Вот это главная задача, которая беспокоит. На сегодняшний день, что касается подготовительных работ, компания, которая строительно работает, проверенная, надежная. Поэтому не вызывает профессионально никаких сомнений. Решают муниципалитеты вопросы развития спорта в другом округе – Маймаксанском. Этим летом спортшкола «Каскад» откроет там два зала – тренажерный и для занятий единоборствами. Когда-то в этих стенах располагалось профтехучилище. После закрытия объект пустовал. Но по предложению мэра Виктора Павленко начались работы по обустройству спорткомплекса. На объекте необходимо сделать новую систему отопления, заменить окна. Отделка помещений завершается, а новые тренажеры уже на месте. – Срок у нас сдачи когда? – Николай Николаевич, 1 сентября. – Привет. – Привет. – Отлично. – Всё. Финансируется ремонт за счёт средств городского бюджета, выделенных мэром Архангельска. Эта сумма – более 3,5 миллионов рублей. Артемий Заварзин, Алексей Шершов, Олег Ширяев, «Панорама Севера». Жители и гости Мирного отметили 57-ю годовщину основания города и космодрома. Праздничные мероприятия традиционно начались с военного парада. – Торжественное построение войск и частей Плесецкого гарнизона, приуроченное ко дню основания города и космодрома, прошло на Центральной площади Мирного. Принимал парад начальник штаба космодрома Николай Башляев. По площади Чиканешак проследовали знамённые группы и военнослужащие космодрома. Те люди, чей профессионализм и самодвеженность позволяют решать задачи о параноспособности Родины и реализовывать грандиозные космические проекты и программы. Буквально на днях состоялся пуск ракета-носителя «Ангара», положивший начало эре полной независимости отечественного военного космоса. На базе стартового стола «Ангары», аналогов которого в мире не существует, можно запускать ракеты всех типов. В парадном строю прошли военные войсковые части 14.056. За день до основных торжественных мероприятий она принимала поздравления в честь 55-летия со дня образования. Слаженный коллектив высококвалифицированных специалистов неоднократно обеспечивал пуски ракет-носителей семейства «Союз», имеющих особую важность для космической отрасли страны. С 15 июля 1957 года началась веха отсчёта нелёгких, но славных традиций самого северного космодрома Земли. Сегодня Плесецк — это боевое и научное подразделение, способное выполнять задачи любой сложности по защите нашей Родины. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Если летом вдоволь накупаться и надышаться кислородом, возможно, без серьёзных последствий, то вот получить порцию ультрафиолета — порой дорогое удовольствие для здоровья. Не секрет, что солнечный свет благотворно влияет на организм человека, способствует образованию витамина D и повышению иммунитета. Но с северным солнцем шутки плохи. Живём мы в высоких широтах, толщина озонового слоя меньше, чем на юге, а значит, риск получить как минимум солнечный ожог больше, особенно в полдень. С 11 до 14 часов пик солнечной активности. Переждать ультрафиолетовую бомбардировку лучше всего в тени, например, в парке среди деревьев. Бронзового загара вы здесь не получите, но и вреда для здоровья не будет. В противном случае, как предупреждают специалисты, приготовьтесь не сколько к ожогам, сколько к более серьёзным проблемам, связанным с раком кожи. Наша кожа у многих северян тонкая, светлая, и она наиболее уязвима для жёстких ультрафиолетовых солнечных лучей. К сожалению, статистика такова, что сегодня рак кожи и базилиума на первом месте среди онкологических заболеваний. Это тенденция, которая нарастала последние годы. Полезность загара, формирование витамина D в подкожном слое – это лёгкий, умеренный загар. Но что делать, если приходится часто бывать на солнце именно в полдень, и уйти в тень не получается, врачи архангельского онкодиспансера рекомендуют соблюдать ряд правил. Максимально закройте все кожные покровы. Это длинная рубаха с длинным рукавом, это обязательно головной убор, закрывающий лицо, и защитный крем. Защитный крем, безусловно, он помогает от загара, он не спасает полностью, скажем, и всё равно у вас будет лёгкий, красивый загар. Очень многие наши горожане, жители области, выезжают за пределы, и нужно это помнить везде, где вы находитесь, где есть солнечные лучи, где есть яркая солнечная активность. Нужно тщательно думать о себе. К сожалению, пока это усвоили не все архангелогородцы. Ежедневно в онкодиспансер обращаются около 20 человек, пострадавших от северного ультрафиолета. Поэтому в жаркий полдень лучше идти в лес или парк. Насыщать организм кислородом куда безопаснее. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Лето уже перешагнуло свой экватор. Сколько было планов, идей и задумок на это тёплое время. Сколько всего ещё хочется сделать. Какие летние планы уже успели осуществить архангелогородцы, а что оставили на вторую половину лета в нашем традиционном опросе. Сбылось то, что планировала отдохнуть на Киострове, поэтому это получилось очень хорошо. Всем советую. Отдых в деревне тоже получился. Впереди работа и немножечко отдыха в Москве и учёба. Так что всё пока осуществляется. Первая половина не удалось отдохнуть. Во второй планируем с друзьями ехать в Анапу, отдохнуть. Первая половина лета до сих пор ещё в Архангельске, на практике в медуниверситет как-никак. А вторая мы уезжаем 1 августа в Анапу отдыхать. Первая половина лета сбылась. Хорошо съездил, отдохнул к тёплому морю. И вторая половина лета тоже поеду к тёплому морю и хорошо отдохну. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. В Архангельске отремонтируют тротуары. В Ломоносовском округе планируется устройство новых тротуаров на проспекте Обводный канал от улицы Розы, Люксембург до улицы Лучейского. В округе Майская горка в августе запланирована разборка старых деревянных тротуаров на улицах Холмогорская, Уральская, Дачная и устройство новых из железобетонных плит. В Соломболе ремонт тротуара будет проводиться на улицах Терехина, Валявкина, Кедрово, Красных Партизан и Адмиралтейской. В Северном округе будет произведен ремонт тротуара общей площадью 525 квадратных метров на улице Ильича. В Архангельской области полным ходом идет подготовка к главному празднику лета – Дню военно-морского флота. В этом году торжества пройдут с 24 по 27 июля. Мероприятие стартует в Архангельске 24 числа. В этот день состоится памятный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, адмирала флота Николая Кузнецова. В последнее воскресенье месяца, 27 июля, масштабное празднование в областном центре начнется традиционно с возложения цветов к памятникам. Главным украшением праздника станет третий фестиваль духовой музыки «Дирекцион Норд», который откроется в Архангельске 25 июля. «Дирекцион морской славы Архангельско-Новодвинская крепость» входит в очередной этап реставрационных работ. Напомним, начались они в 2008 году, а годом раньше крепость получила статус памятника федерального значения. Главная задача реставраторов сегодня – восстановить крепость максимально близко к первоначальному состоянию. В течение нескольких лет специалисты разбирали старые постройки советских времен, не относящиеся к музейной инфраструктуре. Сейчас работы ведутся на нескольких объектах. Один из них – пороховой погреб. Он проходит консервацию. Это самое старое здание в крепости постройки 1701 года. И второй год уже ведутся реставрационные работы на комендантском корпусе здания постройки 1704 года. В этом году должны завершиться наружные реставрационные работы на комендантском корпусе. И в дальнейшем при хорошем финансировании, где-то года может быть еще за два, завершится реставрация корпуса и появятся первые уже музейные экспозиции в крепости. С увеличением объема работы увеличивается экскурсионная привлекательность Новодвинской крепости. Если в 2012 году памятник посетило около 3000 человек, то в 2013 уже 5000 туристов. Лето в библиотеке. Эта фраза кажется парадоксальной, ведь, по мнению многих, в теплые дни в стенах библиотек нет ни души. Так ли это на самом деле узнала наша съемочная группа? Несмотря на лето и стремительный технический прогресс, читальные залы архангельских библиотек по-прежнему собирают посетителей. Читаю Конна Дойла. Приключения Шерлока Холмса. Почему приходите в библиотеку летом? Летом заняться ничем пока что. Сейчас у меня пока отпуск, да, две недели, и я могу почитать. А часто ходите в библиотеку? Ну, каждый месяц стабильно хожу. Насладиться хорошей литературой июльским днем можно в летнем читальном зале у Добролюбовки. Ежедневно в любую погоду здесь собираются любители хорошей книги. Рекорд был, во-первых, на открытие, там больше, там около 200 человек, наверное, было. И вот в обычный рабочий день, в четверг, что удивительно, было 70, примерно около 80 человек. Самым маленьким читателям Добролюбовка тоже приготовила летний сюрприз – пять бесплатных занятий английскому языку. В рамках этих занятий дети смогут научиться строить диалоги, освоить минимальную лексику по различным темам. Занятия в два тура, и второй тур начинается 17 июля. Занятия начинаются в 17.00. Записать ребенка на бесплатные уроки можно по телефону 21-58-76. Польза не во многих, но в хороших книгах, говорил Синека. А потому выбирать литературу нужно тщательно и профессионально. Ведь впечатление от прочитанной книги может создать настроение всего лета, а то и целой жизни. Екатерина Грицыенко, Владимир Орлов, Панорама Севера. В Болгарском Пловдиве продолжается личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин. В девятом туре архангелогородка Татьяна Косинцева обыграла Лелу Джавакишвили из Грузии и переместилась на четвертую строчку в турнирной таблице. Сегодня Татьяна сразится с лидером турнира и подругой по команде, россиянкой Валентиной Гуниной. Возможно, эта встреча станет решающей в борьбе за золото чемпионата. В Архангельске открылась выставка продажи меховых изделий «Империя меха» производства фабрики «Зимняя сказка» из Кирова. Это прекрасная возможность познакомиться с модными в этом сезоне новинками. На выставке представлено многообразие меховых изделий самой разной длины икроя, цветов и силуэтов из меха мутона, нутрии, каракуля и норки. Шуба – это не просто роскошь, но весьма полезная вещь в гардеробе каждой женщины. И если вы уже сейчас задумались о ее приобретении, то загляните на выставку продажу шуб «Империя меха», которая работает во Дворце спорта профсоюза в Архангельске. Здесь представлена новая грандиозная коллекция роскошных меховых изделий производства фабрики «Зимняя сказка» из города Киров. Многообразие поражает. Более двух тысяч моделей, среди которых более семисот такой любимой северянками норки. По цене от 44 тысяч рублей. Размеры от 38 до 68. На выставке также представлены практичные и удобные дубленки – женские и мужские модели. Всегда остаются в моде шикарные шубки из каракуля. А как стильно и современно смотрятся меховые жилеты. Мутоновая шуба в пол с воротником из чернобурки. Но какая женщина сможет устоять перед такой красотой? Обратите внимание на симпатичные шубки из молодой нутрии. Мех теплый, красивый и очень мягкий. В такой будет так уютно зимой. А вот для осени можно присмотреть себе новое пальто. Белорусское качество всегда на высшем уровне. А цены – от 3 тысяч рублей. Приобрести понравившуюся модель можно на очень выгодных условиях. У нас на выставке можно приобрести изделие в рассрочку. Абсолютно любую шубку можно взять на год без переплаты. Для оформления будет достаточно паспорта покупателя. За наличный расчет действует скидка 10%. И при этом действует безналичный расчет. Выставка продажи шуб «Империя меха» работает с 15 по 20 июля во Дворце спорта и профсоюза в Архангельске с 10 часов. Когда находишься среди такой красоты, невозможно отказать себе удовольствия примерить хотя бы одну элегантную шубку. Действительно богатый выбор. Приходите и убедитесь сами. Елена Гончарова, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 17 июля доллар США 34,39 рубля, евро 46,63 рубля. На сегодня это вся информация. Вы смотрели программу Панорама Севера. В студии была Лариса Истомина. До встречи на телеканале ПС. В Вельске 17 июля ожидается переменная облачность плюс 19,22. В Котласе ясно 16-18 градусов тепла. В Мирном в четверг облачно с прояснениями плюс 18,22. В Новодвинске ясно плюс 17,20 градусов. В Архангельске 17 июля будет ясная погода, ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12, днем до 20 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон»